Лучшее в стране Московское время, 14 часов 4 минуты, 25 секунд. Вы слушаете и смотрите телерадиоканал Страна.ФМ в эфирной студии Роман Шахов и наш сегодняшний гость. Друзья, композитор, певец, продюсер Александр Добронравов. Саша, привет. Привет вам, привет, дорогие. Друзья, у нас скоро грядет большущее музыкальное событие. 7 марта, большущий концерт, который посвящен юбилею Александра. 55-летию, которая продолжается еще. Продолжается. Вегас Сити Холл. Юбилейный большущий концерт. Вот об этом мы с тобой сегодня будем разговаривать. Будешь нас зазывать, будешь рассказывать какие-то, может быть, секретики. Обязательно. Что интересного будет. Но для начала давай, как прошли длительные выходные, много ли ты отмечал? Рассказывай. Ну, выходные. Давайте поздравим всех мужчин с прошедшим днем. Днем защитника Отечества, конечно. Это наш праздник. Праздник мужчин служивых, которые действительно испытали все тяготы и лишения, так сказать. Вот. И вообще праздник всех здравомыслящих, нормальных ребят и мужиков, которые живут на территории Российской Федерации, да, и не только, а на всем земном шае. Те, которые знают, чтут и уважают. Ну, ты же тоже служил. У тебя же в Инстаграме там была какая-то красивая фотография, такая черно-белая. Я свою службу начал в 1983 году, сразу после госэкзаменов. Это было 1 июля, а 10 июля я уже был в городе Волгограде. Вот. И потом, 27 июля я уже принимал присягу. Присягу? Да, это на Мамаевом кургане. Для меня это очень трогательно. Знаковое место, безусловно. Да, да, да. И, конечно, дает мне такие мысли и такое чувство, что все-таки Родина и Россия. Во мне они живут, ну, наверное, это выражается больше всего в моих песнях. Вот. Об этом можно говорить, можно молчать, плакать или смеяться, там, насмехаться даже. Вот. Но в основном все сказано в моих песнях. Любовь. Действительно, как упоительный в России вечера, понимаешь? Вот человек, который бы это не прочувствовал, наверное, бы не смог создать эту песню. Да, Ром. Тем более я ее создал, так сказать, ну, не могу сказать, что на вражеской территории, но в городе Нью-Йорке. Вот. Вот. Любимый город, страна неплохая, на самом деле, ребят, Америка. Скромно-то так хорошо. Вот. Но был период, я там жил полтора года и начал заниматься творчеством, работой над новым альбомом в тот период. Это был 95-96 год. И вот так случайно у меня попалась княженца Виктора Пеленягра, моего соавтора давнего. Я с ним работаю аж с 1986 года. Мы его читали еще тогда на сайте Орден Куртуазных Манеристов, конечно, конечно. Какой же ты все-таки, а? Человек продвинутый и образованный. Очень приятно с тобой общаться. Песня получилась прекрасная, друзья. И люди, когда приходят в караоке, наряду с многими хорошими песнями, безусловно поют эту песню и в Нью-Йорке, и в Москве, и в Сочи, где угодно. Я думаю, что да. И мне от этого становится приятно, конечно. Потому что я тоже частенько захожу в караоке. Ну, в последнее время не очень, а вот какой-то был период, когда мы действительно посещали. И что удивляет, очень много моих песен. Ну, даже не удивляет, а просто я думал, что, ну, может быть, там песен 4-5, а там прям целыми... Бывает ли так, что ты поешь песню, и потом тебе пишут, там, не молодец, не столько-то баллов, просто вы Александр Добронравов, нет? Нет, а там сбоку написано, там музыка Александр Добронравов. То есть оно постоянно висит. Мы вернемся, друзья. Оставайтесь в компании телерадиоканала «Страна ФМ». Мы сегодня рассматриваем возможность чудесно провести вечер 7 марта, потому что у Александра Добронравова, нашего замечательного сегодняшнего гостя, будет прекрасный концерт, на который можно сходить. Что касается Саши, он пишет музыку для Аллы Пугачевой, Филиппа Киркорова, Григория Лепса, Александра Малинина, Александра Буйнова, Владимира Преснякова и многих-многих других артистов нашей эстрады. В общем, человек, который умеет в музыке все. Итак, 7 марта. Рассказывай, что у нас там будет. Новые песни, лучшие песни, гости. Вот хотя бы чуть-чуть. 7 марта, Вегас Сити Холл. Это находится прямо сразу за МКАДом, метро Микинина, рядом с Новой Ригой. Это мы без тебя найдем, Саш. Хорошо, чтобы люди знали, просто где. Не надо никуда ехать, все очень удобно. Что там будет? Там буду выступать я со своим коллективом музыкантов. Это будет, ну, такой, наверное, рок все-таки концерт. Так. Да, такой вот серьезный момент музыкальный в моей жизни. Не как автора песен, композитора Александра Добанова, а как исполнителя Александра Добанова. То есть я фронтмен и пою все те песни, которые я написал аж за 4 десятилетия, как я посчитал. Это 2010-е, 10-е годы, да, нулевые, 90-е и 80-е. Вот оттуда я нахватал моих самых известных песен, выстроил плейлист программы. Вот. Начинаю с новой песни, которую вообще никто не слышал. То есть абсолютно премьера. Да, да. Причем она написана в... Как написана? Она написана не на слова, а просто была музыка. Ну, такая моя юношеская, такая вот... Музыкальное вдохновение, как будто, да? Да, 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 вот... Импровизация, что ли? Да, юное мое такое отношение, ну даже, может быть, и не... Ну да, где-то начало 80-х, когда я учился в институте. Так, ну, то есть мы все слушали тогда абсолютно такую серьезную музыку. Ну, а что слушали? Фил Коллинза, да. Ну, вот... Родилась песня. Да, вот мы ее подтекстовали. Женя Рогов подтекстовал, замечательный поэт из Питера. Он является также сопродюсером моей команды, человек, которые занимаются и этим концертом, и моим продвижением, что немаловажно. Молодые ребята, талантливые, такие очень целеустремленные и, самое главное, что верящие в меня, в мою музыку. Вот это вот первая песня, она вот прямо из тех лет, то есть такой дух. Вот, это песня. И потом дальше пошли песни, знакомые людям, новые песни, очень много новых песен. Ну, такие известные песни, конечно, «Вечера волчица» обязательно будут. Спасибо, да, ждем. Потому что, да, и женщины просят, и... И скоро 8 марта, через день. Ну, конечно, да, так седьмое, прямо оно, мы... Предваряешь праздник. Подходим, да, 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 да. И вот они, женщины наши, любимые, мы их поздравляем. Но связываем это с 55-летием. Конечно, которое продолжается, друзья. Очень скоро мы вернемся. Александр Добронравов на телерадиоканале «Страна.ФМ». Композитор, продюсер, певец Александр Добронравов на телерадиоканале «Страна.ФМ». И если у вас сейчас есть возможность, ну, как-то вот на работе, например, обед. Можно подпеть, потому что мы сейчас будем как раз делать вокальный номер. У нас есть такая возможность уникальная. Саша споет песню, вы эту песню знаете. Если вы смотрите «Страна.ФМ» в Нью-Йорке, ну, с особым чувством, кстати. Ром, вот если бы я бы сейчас обедал, я бы просто, знаешь, мне всегда бабушка говорила, когда я ем, я глух и нем. Ну, в данном случае глухим быть не надо, но нем нам не надо во время обеда подпевать. Ты, кстати, вот, что касается вокала, у тебя очень яркий такой энергичный голос, подача такая драйвовая. Спасибо, Ром. Ты преподаватель, у тебя как-то постоянная разминка. А, ты в этом плане. Ты знаешь, нет, просто практика жизни и долгая... В общем, школа практики. Да, да, вот долгое занятие вот именно исполнением и собственных произведений, и не только, вот, наверное, привело к такому вот устойчивому... Разработке механизма, да. Давайте послушаем, как работает голос у Александра Добронрава и послушаем одно из его величайших творений. Ну, тогда приятного обеда. Спасибо. 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 Потому что ты такой внимательный и музыкальный человек. я всегда об этом знал. И очень этим гожусь в тебе, что у тебя есть именно вот... Сделаем небольшую паузу, пока я смущаюсь, потом вернемся. Нет, это правда. Лучшее в стране. Лучшее в стране. Друзья, с улыбками и музыкой продолжается программа «Лучшее в стране». Сегодня у нас в гостях композитор, певец, продюсер Александр Добронравов. Саш, мы послушали песни, послушаем еще, посмотрим клипы, так что будьте в нашей компании. Кстати, если у вас есть вопросы, например, вы начинающая певица, думаете, как вот, может быть, спеть песню Добронрава, а вы напишите. У нас есть в ВКонтакте публикация, которая посвящена визиту Александра, и, возможно, что-то у вас получится. У нас получилось уже очароваться вот этим альбомом «Нежданно-негадно». Пластинка 2015 года, прекрасно издана. Скажи, можно ли сейчас их приобрести? Или тираж уже полностью давным-давно раскуплен, но вы их не печатаешь? Нет, их можно приобрести у меня на концерте. Вот, и приобретать в iTunes, да-да-да, то есть, и приходить ко мне на концерты. Вот, то есть, сегодня, ну, ты же знаешь, что вот… Эти носители уже уходят немножко… Да-да-да, эта индустрия, она немножко так… Цифровой становится полностью. Ну, конечно, да. Ну, вот в iTunes все, я покупаю только в iTunes. Скорее всего, новый альбом, над которым ты сейчас работаешь, уже будет только цифровой или будет и пластиночка? Пластиночка обязательно, потому что я такой артист, да, и многие моего поколения, да, и не только. Все-таки вот диск, да, диск, CD вот в такой упаковке – это все-таки такой подарок и, самое главное, внимание тому человеку, который, допустим, меня пригласил в «Надым». Тут же есть еще и… Да, допустим, Сергей Николаевич Менщиков, спасибо ему огромное, и Олег Евгеньевич Аксютин, конечно, это вот… То есть вот приятно просто им подарить. Да многие мои друзья, ну, их на самом деле не так много, но просто приятно и подарить, и самое главное, что они видят, что человек не стоит на месте, идет какое-то движение. Еще раз спасибо моим продюсерам, замечательным ребятам Антону Дорину, Жене Рогову, вот, и Косте Иванову. Движение-то идет, ты расскажи, когда у нас новая пластинка будет? Новая пластинка. Сейчас нам самое главное нужно отыграть «7 марта Вегас Сити Холл». Люди идут уже, из Микинина выходят, кто-то подъезжает на машине, кто-то даже на такси, допустим, как мои родители, правильно? Угу, хорошо. А новое, новое издание альбома, новый альбом, я думаю, что он выйдет, ну, не летом, летом мы его подсоберем, наверное, к осени, как обычно. Может, даже концерт, презентацию сыграем. Вот на базе этого альбома. Этот альбом будет, ну, не полностью, но процентов 80 в Вегас Сити Холле 7 марта. Вот будет этот альбом. Друзья, до конца года Саша пообещал, что будет новая пластинка. Да, она будет интересная, она будет вот в этом стиле, но, может быть, даже будет более жестче по аранжировке. Я все-таки люблю такой вот... Ракешничку дать. Ну, я люблю гитару. Вот я пианист, на самом деле, и всегда занимался на фортепиано. Фортепиано, конечно, да. Но вот, может быть, какое-то отторжение, что ли, у меня, да? Я с трех лет занимаюсь музыкой, и мне нравится просто гитара. Она меня расставляет куда-то, уводит в какой-то другой жанр. И вот этим жанром я всю жизнь занимаюсь. Это современная музыка. У нас сейчас будет, друзья, современная музыка в исполнении Александра Добронравова «Ангел 3-3-3». Да, эта песня написана на стихе моего друга Сергея Крылова. Песня, которая идет в этой пластинке «Нежданно, негадно» прямо сейчас на телерадиоканале «Страна.ФМ». Ну, и у нас 8-909-9281-89, и 9 смс в WhatsApp Viber. Если есть вопросы для нашего сегодняшнего гостя, пишите. Все зададим, все спросим, время еще есть. Ну, а сейчас слушаем песню. Друзья, программа «Лучшие в стране» продолжается. Александр Добронравов в гостях у телерадиоканала «Страна.ФМ». Только что мы посмотрели клип на песню «Ангел 3-33». Да. И расскажи немножко, как вот проходили съемки, где... Ну, очень красивая работа, очень душевная. Съемки проходили в Вологодской области от города Вологды. Надо проехать, ну, я думаю, что километров 10, может, 15 вот до этого места. Это чудесное такое, очень фантастическое, мистическое, не фантастическое даже, а мистическое. Я вот подбираю слова, чтобы четко дать... Очень атмосферное место. Атмосферное, да. Да, мистическое, фантастическое, мистическое место. Там церковь православная, но она северная. Вот северное православие, не знаю, есть такое понятие? Ну, видимо, там есть. Вот у северян, да, у северян, вот Архангельск, вот туда, дальше. Какая-то своя культура, получается, да? Ну, архитектура церкви. Вот маленькие купола, но большое вот такое прямоугольное, да, вытянутое помещение, да, вот сам храм. Вот, и поэтому вот, когда въезжаешь в это место, в деревню, там, на самом деле, четыре дома. Четыре-пять домов, там речушка маленькая, вот, ну, не без названия, конечно, но, вот, Катников город. Вот, и от него еще проехать. Тетя Аня, это замечательная женщина, которая нас, всю съемочную группу... Ну, мы видели ее, так понимаю. Да-да-да, вот сейчас вот, да-да-да, она стоит вот так вот, да. Да, это родная тетка Антона Дорина, вот, ну, и там Толик... Режиссера фильма, да. Режиссера фильма, да. Оператор замечательный Коля Смирнов, который действительно сейчас вот в ТАПе, как оператор, он снимает многие фильмы и берет большие... Что мы с тобой уже Николай Смирнов, сидим тут тоже, да. Николай Смирнов. Николай Смирнов, конечно. Ну, да-да-да, вот, поэтому такая вот, вроде бы, мало транслируемое вот такое видео и звучащее, но для нас, вот, для моей страны, да, страны Добранрава музыкальной, я вот сейчас смотрел и подумал, насколько же все-таки я такой вот самодостаточен и о себе, ну, так, может быть, плохо, так. Конечно, уж очень так рассказывать самому. Рассказывай, рассказывай. Вот, но я просто посмотрел, то есть, такой у меня даже... Ну, это твое мировоззрение. Да, вот какой-то свой тренд такой вот, который... Те люди, которые меня любят и знают, и любят музыку, и давно слушают, они, конечно, со мной вот по жизни, которые, я надеюсь, и... Ну, уже многие придут на концерты 7 марта в Vegas City Hall, вот, в 20.00, кстати. В 20.00, это удобно. В 20, не в 19.00. Вы успеете. Ну, можно поехать в 19, но точно не опоздаете, потому что шоу начнется в 20.00. Ну, можно кофейка выпить. Ты не сказал про гостей. Гостей будет... Вообще не будет. То есть, нет, ну, будет два гостя. Это секретные гости, можно сказать. Нет, 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 нет. Будет молодая певица, которая хочет заявить о себе с моей песней. Они ко мне обратились, мои друзья, вот, и у них поет девочка, очень достаточно необычно поет, такой голос у нее. Ее зовут Дея. Вот, они как-то продвигаются, снимают, записывают видео. Ну, вот, ко мне они обратились, я написал им песню, и достаточно неплохо она звучит на сегодняшний день. Вот, мне очень нравится. Вот, а второй гость это Филипп Киркоров. Хороший гость. Да, с которым мы взяли песню года в очередной раз в этом году и с Симоном Асяшвили, замечательным поэтом, с моим другом. Вот, и парочку песен он моих исполнит, вот, потому что они ему действительно искренне нравятся. Да, и он раздвигает свой напряженнейший, труднейший график. И приезжает к нам, вот, время мы согласуем, обговорим, но, так сказать, ждем, ждем, ждем. И я думаю, что вот в этой атмосфере, вот в этой стране Добронравова, конечно, он будет, ну, как айсберг в океане, я бы сказал. Хорошо, у нас сейчас будет следующий музыкальный номер, дорогие друзья, следующая вокальная вещица, которую Саша будет исполнять. Я так понимаю, что это группа Крови. О, группа Крови, да, отлично, мы вспомнили Симона Асяшвили. Эта песня написана на его стихи, достаточно вот в таком новом моем формате. Здесь же, с этой же пластиночки она, 12-й трек, и мы ее можем сейчас посмотреть, послушать, наушники возьми, чтобы было все. Живой звук, друзья, хай-фай, да, и хай-энд, ну, все, как мы любим. Поехали. Я вижу глаза, в них ночь притаилась. Сто жизней назад ты мне уже снилась. Мне дарит рассвет твой ласковый голос. И взглядом согреет я прыгаю в пропасть. У меня твоя группа Крови, и глаза у тебя мои. Мы с тобой одного покроя, и легко нам в одной любви. У меня твоя группа Крови, и глаза у тебя мои. Мы с тобой одного покроя, и легко нам в одной любви. Мы с тобой одного покроя, и легко нам в одной любви. Я вижу глаза, в них светится солнце. Кто сможет сказать, как это зовется? Друг, это любовь, и все, как мы любим. Друг, это любовь, мы встретились с нею. Раз ждет моя кровь, чтоб слиться с твоею. У меня твоя группа Крови, и глаза у тебя мои. Мы с тобой одного покроя, и легко нам в одной любви. У меня твоя группа Крови, и глаза у тебя мои. Мы с тобой одного покроя, и легко нам в одной любви. Мы с тобой одного покроя, и легко нам в одной любви. Я вижу глаза, в них ночь притаилась Сто жизней назад ты мне уже снилась Мне дарит рассвет твой ласковый голос И взглядом согрет я прыгаю в пропасть У меня твоя группа крови и глаза у тебя мои Мы с тобой одного покроя и легко нам в одной любви У меня твоя группа крови и глаза у тебя мои Мы с тобой одного покроя и легко нам в одной любви Мы с тобой одного покроя и легко нам в одной любви Бау! И голоса у тебя мои, мы с тобой одного покроя, и легко нам в одной любви. Мы с тобой одного покроя, и легко нам в одной любви. Александр Добронравов на телерадиоканале «Страна ФМ». Друзья, то ли еще будет 7 марта в Вегас Сити Холли. Приходите, поздравляйте Сашу с юбилеем. Юбилей продолжается до июля, так что все, можно приносить цветы и говорить самые теплые слова. Я желаю, чтобы концерт прошел на ура. Ром, спасибо большое. Я думаю, что будет так вот, как уже многие годы проходит. Просто будет, конечно, антураж, волнение, московская, так сказать, позиция. Да, я москвич, и, в принципе, и московская публика. Вот много приезжает моих друзей из разных уголков мира. Сургут, Нью-Йорк, Гурзуф, Ставрополь, Санкт-Петербург. Да, много. С Францией, не знаю, приедет Саша в Швейцарии. Я хотел, чтобы участвовал мой брат четвероедный, но я думаю, что это сложно. Прямо идея эта возникла. Но вот всех жду. Я думаю, что будет так вот, как... Запиши на видео по возможности, чтобы мы потом пересмотрели и ставили тебе еще на Ютьюбе лайки. Все, 7 марта, друзья, Вегас Сити Холл, юбилейный концерт Александра Добронрава. Саша, спасибо за эфир. У нас сейчас еще одна песня «Нежданно-негаданно» здесь, на телерадиоканале «Страна.ФМ». Все, до новых встреч. Спасибо, дорогие друзья. 7 марта, Вегас Сити Холл, «Нежданно-негаданно». Если вы появитесь в самом большом и непринужденном количестве, я буду только счастлив. Спасибо вам. Спасибо. Спасибо.